с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 7 сентября всемирный день уничтожения военной игрушки праздник или день который призван заменить игрушечные пистолеты автоматы сабли и прочие на игрушки не связаны с войной плюшевые мишки куклы и спортивные автомобили у родившихся 7 сентября 1726 год в этот мир приходит франсуа андре филидор французский композитор один из создателей французской комической оперы кроме того он был известным шахматистом шахматным теоретиком в свое время считался сильнейшим шахматиста мира предвестником позиционной шахматной школы ведь шахматы это навсегда в 1870 году родился александр куприн автор поединка ямы гранатового браслета и других произведений которые составляют сокровищницу русской классической литературы 17 году писатель не принимает военный коммунизм политику которая проводится в стране после октябрьского переворота или октябрьской революции кому как удобнее и двумя годами позже он вынужден эмигрировать в париж 1894 год рождается гала она же елена дали русская жена французского поэта поля алюара а затем живописца сальвадора дали степень обожествления сальвадором своей супруги было просто безмерно сложно сказать точно сколько раз он изображал ее в образе богородицы что само по себе довольно цинично учитывая очень свободный образ жизни но мало того наступил момент когда художник стал подписывать свои работы гала сальвадор дали то есть полное соединение 1899 год день рождения изабеллы юрьевой русской эстрадной певицы которая прожила 97 лет майкл элис дебеки родился 1908 году американский хирург разработал методику аорта коронарного шунтирования о нем мы очень хорошо узнали 1996 году когда он консультировал российских врачей во время подготовки операции на сердце президента россии бориса ельцина в 1923 году родился поэт лирик эдуард осадов во время великой отечественной войны он был тяжело ранен в боях за освобождение севастополя и лишился зрения есть один только вечный пустой предел выше привыкли и попросту позабыли что какой не достался бы вам удел если каждый ценил бы все то что имел как бы вы превосходно на свете жиль 1936 год день рождения бадди холли пионера рока первые пять долларов он зарабатывает в возрасте пяти лет участвуя в конкурсе типа нашей утренней звезды отличник с которым одноклассники ну заговаривают с единственной целью чтобы тот дал списать сам же он пишет свои собственные песни экспериментируют в студии и изменяет привычный образ рок-певца пока он не стал выступать идея рок исполнителя носящего очки было просто невообразимы всего за два года холли стал воплощением позитивной энергии и лучезарной радости а вот известие о гибели 22-летнего музыканта в авиакатастрофе стала потрясением для миллионов людей бадди холли его стиль остался вечно молодым 1949 год рождается глория гейнер американская певица в стиле диска известная своими хитами i will survive и never can say goodbye как-то будучи на ее концерте когда она уже была немолода я увидел что актрису певицу привезли за кулисами на кресле каталки казалось бы а сможет ли она устоять весь концерт она не только устояла танцевала пела а потом ушла за кулисы и погрузилась в это кресло правда говорят искусство лечат потому что эти полтора часа она жила в этом ее главный смысл 1969 год день рождения кирилла серебренникова российского режиссера театра кино художественного руководителя театра гоголь центр но теперь о некоторых событиях 7 сентября 70 года спустя пять месяцев осады римляне берут и разоряют иерусалим после захвата города разграблен и сожжен иерусалимский храм главная святыня иудаизма в городе уцелели лишь несколько построек среди них западная стена иерусалимского храма жители убивают выживших продают в рабство осада иерусалима была описана еврейским историком иосифом флавием в книге иудейская война 1812 год у деревни бородино что в 125 километров к западу от москвы русская армия принимает бой от наполеоновских войск что стало крупнейшей битвой отечественной войны 1812 года и самым кровопролитным из однодневных сражений в итоге оба полководца записывают победу на свой счет наполеон поясняет это тем что причисленном превосходстве введенным в бой русские все же отступили кутузов же заявлял что французы отступили первыми не достигнув поставленных задач поэтому проиграли данное сражение хотя если следовать простой исторической логике то они оба проиграли так как наполеон не разгромил русскую армию а кутузов не защитил москву 1856 год в успенском соборе кремля коронован александр второй александр николаевич император всероссийский царь польский и великий князь финляндский из династии романовых своей первой речи перед членами совета новый император сказал мой незабвенный родитель любил россию и всю жизнь постоянно думал об одной только ее пользе в постоянных и ежедневных трудах его со мною он говорил мне хочу взять себе все неприятное и все тяжкое только бы передать тебе россию устроенную счастливую и спокойную проведение судило иначе и покойный государь в последние часы своей жизни сказал мне сдаю тебе мою команду но к сожалению не в таком порядке как желал оставляя тебе много трудов и забот в день коронации император александр второй подписывает указ об амнистии декабристом а через 23 года в этот же день исполком народной воли выносит смертный приговор русскому царю александру второму царь переживет пять покушений но от шестого судьба его не убережет 1947 год в москве открывается памятник июрию долгорукому в историю вошел как князь ростова суздальский великий князь киевский шестой сын владимира всеволодовича мономаха традиционно считается основателем москвы 800 летие столицы осенью 1947 года по решению советского руководства планировалось отметить с особым размахом по личному распоряжению сталина еще в сорок шестом году было даже снаряжена экспедиция в киев с целью разыскать останки долгорукого должно было состояться торжественное перезахоронение праха князя однако город не скоро увидел сам монумент само же открытие состоялось только в июне 1954 года уже после смерти вождя всех народов есть еще одна легенда якобы первоначально планировалось что князь будет на кобыле но якобы по приказу сталина кобылу срочно переделали на жеребца 1953 год никита сергеевич хрущев избран первым секретарем цк кпсс начинается эра хрущева а в 1992 году газета коммерсант 1 стране использует новый термин новые русские с этого момента появляются не только экономические подтверждения термина но и многочисленные едкие анекдоты высмеивающие ненасытность новых буржуа или новых пролетариев которые неожиданно становятся новыми буржуа то бишь новыми русскими но еще в одном событии подробно 1813 год впервые выражение дядя сэм связывается с правительством сша в американском еженедельнике трой пост издававшимся в городе трое штат нью-йорк впервые было употреблено выражение дядя сэм анкл сэм уже прижившиеся тогда в речи американцев период второй англо-американской войны которая начиналась 1812 поставщиком мяса для американской армии являлся некто сэмюэл уилсон из того же города что и издание мясо поставляется в бочках на которых с помощью трафарета выводятся большие буквы united states сторож ирландец считает что эта надпись обозначает поставщика и считает ее как анкл сэм уилсон то есть дядюшка сэм уилсон эта версия обнародана 1830 году а канонический вид долговязого джельтвена с пышными бакенбардами бородкой клинушкам в брючках в полоску сюртуке и цилиндре со звездами и полосками на манер американского флага придает этому персонажу прославленный томас наст автор эмблем республиканской и демократической партии сша слона и осла в трое где установлена дядюшкина надгробия ежегодно осенью отмечают его день но а у нас с вами дядюшка сэм все равно напоминает что-то чуждое нам что-то очень не наше с вами был николай пивненко в проекте дата